Готова ли снегоуборочная техника выйти на борьбу со стихией? Такова была главная тема совещания руководителей строительных и коммунальных служб города над Бугом, которое прошло сегодня на предприятии «Коммунальник». Чтобы зима не застала врасплох, необходимо скоординировать все силы, заявил Николай Брашко. Ведь в случае сильных снегопадов единиц техники коммунальника может и не хватить, поэтому помощь сторонних предприятий необходима. Сегодня 276 дворников готовы активно работать лопатами, 115 единиц техники стоят на старте, и около 35 тысяч тонн песчано-соляных смесей заготовлены на борьбу с голоредицей. Кроме этого, в преддверии зимы коммунальникам была закуплена и новая техника. Та техника, которая была в прошлом году, будет работать и в этом году. Единственное, мы одну купили единицу, вот стоит первая, 0,844, которая в этом году закуплена. Также мы купили еще погрузчик и ротор на полтора миллиарда рублей. По-настоящему серьезной проблемой становятся так называемые подснежники. Автомобили, которые стоят по обочинам дорог и мешают работе снегоуборочной техники. Госавтоинспекция призывает водителей не бросать своих железных коней, где попало и тем более на долгое время. Стоящие по обе стороны улиц подснежники могут стать серьезным препятствием для проезда не только грейдеру или погрузчику, но и машинам специального назначения. Если автолюбитель будет игнорировать эти требования, эвакуации не избежать. Основная проблема у нас это спальные районы. Например, берем улицу Луцкую. Там водители оставляют свои транспортные средства вдоль проезжей части, как правило, на ночь. Но есть некоторые категории наших участников дорожного движения, которые оставляют на день, на два. Кто-то уехал в командировку и так далее. Это создает реальную проблему нам для того, чтобы убрать проезжую часть. Поэтому будет за день до процесса очистки улицы будут раскладываться памятки, которые предупреждают водители о том, что если транспортное средство не будет убрано в кратчайшее время, для того, чтобы можно было убрать проезжую часть, оно будет просто эвакуироваться, либо переставляться в другое место. Поэтому во избежание транспортного коллапса водителям стоит быть взаимовежливыми на дорогах и улицах города. А судя по готовности коммунальных служб к капризам погоды, пресловутая фраза «зима пришла неожиданно» не будет столь популярна среди жителей и гостей города.